Добрый день. До нас пришел... Вы знаете, кто? Наш местный блогер, наша знаменитость. И хочу спросить его думки с приводу последнего нашего субботника, что происходило. Люди все вместе помогали нашей дороге, ремонтировали, засыпали песком, где, возможно, щебным. И скажи, пожалуйста, какая твоя думка с этого привода? Чи брал ты участь в этом заходе? В этом заходе я участию не брал. Почему? Потому что я не знал, что он вообще должен происходить. Я в этом Саровтининском образе, ему сказать, ну, не числюсь в этом Ивановичу того, что он выдаляет. Он, как сказал, читайте внимательно его комментарии, он говорит, кто не есть участник Саровтининской области, прошу выдаляться. Это его комментарий. Можете выдаляться, он так написал. То есть ты не брал участь, а его не знал? Не знал, да. А если бы знали, что войска прибег бы, и много чего бы вы снимали. Понимаете, мне все интересно. А я потом уже знал где-то посередине, на второй день, когда это уже порозвозили все. Ну а как вообще твоя думка? Это очень хорошо, что люди присоединиться к такой инициативе и помогают. Там каждый из своих улиц, кто мог, пришел, помогал, сравнивал. Это очень хорошо, потому что как раз этот индикатор показывает, какие люди по улице сгрутованы, а какие люди байдужи до своих улиц. Вот я скажу, вот эта улица, что идет, как она называется, от церкви и туда до... Ну, мы понимаем, кто знает, то знает. Где под Сергеем и туда до Кирків. Как эта улица называется? Ну, паралельно этой улице центральной. Так, так, паралельно, центральной. Вот. Чего? Там же близко, буквально, та купа щебеню біля церкви була. Чого ж вони не приїхали, не наняли тертурця, не висипали в себе під носом щебень, і собі нормально було. В Чада вулиця явно там болото. Там явно болото. Я вчора ходил там по тех людей, запитывал. А вони мне рассказывают, а нам и так хорошо. То просто це рассказывает, что наши жители, они диференцированы в своих оцинках. Тобто люди, которые считают, что им не комфортно жить, они покращают свои благоустройства, своих улиц, своих домов. А те, которые говорят, что нам хорошо в своем городе жить. То я так и живу. Все, понимаем. Ну, и если будут происходить такими инициативами по возможности, то это будет очень хорошо, если больше людей долучатим? Конечно, людей нужно гуртовать. И гуртовать их нужно на Сходе слабо. Многие люди, как я, эти моменты не знают. Понимаете? Не нужно делать оголошения за час, за два до какой-то акции. А нужно делать за неделю, за два недели, за месяц. Чтобы люди приготувались, чтобы они настроились. Чтобы они себе какие-то плани расстроили. Чтобы люди могли нанять того самого тракториста, або тех самых жрущиков на той севщепень. Чтобы заработал деньги, например. Человек хотел бы это все, а не было денег. Чтобы он поехал в кредит. Договорился, например, с теми же самими глобцами, которые хотят работать. Больше того, эти люди, которые работали, я считаю, что им должны платить. Например, если это селищная рада до этого причетна, и она там себе будет свои деньги списывать, то я обовязково піду, запитаюсь к Григорию Таргонського, селищного старости. Каким чином он еще был списан? Чи они провели себе там бухгалтерские работы? Скажем, або какую известность, из-за того, что улицы ремонтировались? И на кого списана оплата за работу? Мне интересно. Это уже немного другая тема. И еще где-то там люди говорили, что одни вышли, помогали, а другие полюнулись выходить из своих домов, ничего не помогали. Какая твоя думка? Чи все могли вийти на субботник, допомогать? Чи, возможно, какие-то старенькие люди, которые физически не могут там допомогти? В первую очередь, я считаю, что это была большая ошибка информованности. То есть людей неналежные, чем они информуют про какую-то акцию. Понимаете? Те, что у него есть какая-то старостинская группа, это исключительно его фейсбучная группа для интернетников. А староста, у него должен быть механизм, не старт, ну там, сельский глава у нас, а не староста, по Конституции. Потому что староста не существует в Конституции. Понимаете? Это уже придумано всякими олигархами. Но это уже не по теме. Ну, по теме, по теме. Мали бы неналежным чином всех людей поведомить. Понимаете? Например, если бы был этот зум и людей научили бы ходить до него, допустим, то люди уже по телефону позвонили, 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 сказали, что тогда тогда будут акции. Если бы у нас были депутаты, скажем так, по личности, да? Что тебе дается задание, позвонили бы староста до каждого депутата. Так, твоя задача поляга в том, чтобы всех людей поведомили, чтобы все люди знали. Все. Это его работа. И тогда еще можно было бы видеть, кто ленивый, ну типа, ну, байдужий, а кто, например, просто был неповедомленный. То есть сейчас не можно разобраться, или он был поведомлен, или не был поведомлен. Понимаете? Ну, в общем, мы подведем подсумки. Твоя оценка этому заходу позитивна. То есть в будущем... Движа того, я требую, чтобы еще такие акции были. Ну, в будущем, если ты будешь знать, то ты будешь подключаться к таких заходов. Я буду еще крепче организовать людей, буду сам по хатах ходить, и людей стимулировать от этого. И сам буду делать. Добрый. Ну, а еще момент. Ты расскажи мне по той канаве, которую я покупал, и по которой мне сельская карта еще не заплатила. Что я же в раннюю улице, в раннюю дорогу. И мне вот эту дорогу надо уширить. Вон там возенькая, там оцел. Там еще метра два, полтора, надо сипать оцел в сторону канавы. И мне нужно его, чтобы туда завезли щебень. Вот я вам скажу, не будет щебень, я на вас подам в суп. Ну, это уже будет тема наступного видео. Это очень много. И так просто я его перехопил. Я говорю, давай, Володя, интервью с тобой сниму. А ты всех людей снимаешь, снимаешь тебе. Я сам спросил про это. Не надо, ты меня спросил. Добрый, спасибо. До свидания. Давай.